Субтитры сделал DimaTorzok 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 Документы 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да 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 У ответчика самостоятельно когда-то смогут? Нет. Теперь обсуждается вопрос, поскольку они дополнительное исковое заявили, председателя ИСА вам нужно время для подготовки по вашему уже выполненному требованию? Нет, уважаемый отсуток. Не требуется время. ИСА требуется? Нет. Ответчику требуется время? Я думаю, нет. Вы решайте. Нет. Не требуется? То есть сразу можно рассматривать? Да. У нас, я поняла, свидетель врач или нет? Да. Хорошо. Судом оглашается исковое заявление и дополнение искового заявления. Первоначальное заявление поступило с 10 октября 2013 года. ИСА основывали свои требования на статье 150, 151, 161, 168 Гражданского Кодекса. Постановление сменного. Значит, 1994 года, номер 10, по делам о размещении морального вреда, значит, 1094 Гражданского Кодекса. Возьмем номер 8, 1996 года просили, значит, взыскать в пользу Савина Андреяна Николаевича с кем-то 2849 рублей, значит, за погребение. Взыскать моральный вред в пользу, значит, 2 миллиона рублей. В пользу Савину Андреяна Николаевича за Shoot 5 расходы по оплате в узкошенном 255 рублей 47 копеек. В пользу Савина Иленова Василийны, вopsием номер 400 рублей. В пользу исцеления 2 000, numero 400 рублей. Дополненные исковые требования в настоящем судебном заседании указывают на то, что качество оказания между собой предполагается законом о защите прав потребителей, определением отсутствия вины в гражданском праве закреплено в 401 века, ссылается на статью 4, качество товара, работы и услуг. Кстати, в данном случае ответственность заключается в извлечении больного и недопущении заболевания новыми болезнями в рамках стационара, невыполнение требований подтверждается методическим способом. Для врачей вне больничной пневмонии следует понимать простое заболевание, добившее вне больничных условий, то есть вместо стационара или подние 4 недели после выписки из него, или диагностированное в первые 40-х часов от момента госпитализации. Установление в больничное образование невыполнение, на статью 12, усылает закон о защите прав потребителей, на то, что наличие возможности наличия лицензий и фальмоналов, людей и неоподобно университетов в области. Согласно актопометия от 11.19-12 года, РОС ГРАЗНОЗОРОВ, ОНОСИДИСКО ОБЛАСЬКО ОБЛАСЬКИ, выявлено нарушение обязательных требований, требований установленных нормативно-проводными акциями, война и неоподобно университетов в наличии лицензий на оказание стационарной медицинской полощи и спецназных уходов по формам налоги. На статью 13-ю ссылается, 14-ю, 15-ю, 16-ю, 17-ю судебную защиту прав потребителей на 27-ю сроки выполнения работ, и глава 4-я на статью 42-ю ссылается, 43-ю, и указывает на то, что в данном случае не выполняли стандарты оказания медпомощи, и приказа Министерства здравоохранения РФ от 20-го декабря 12-го года номер 12-14 об утверждении стандартов личной медико-санитарной помощи при обострении хроники, отсутствуемой болезнью и устанавливаемой здравом. Стандарты оказания медпомощи приказа МЗРФ от 9-го и 11-го года об утверждении стандартов специальной медицинской помощи в психологии и тяжелой степени тяжести, в осложнении и устанавливаемой здравом. Возможно, необоснованный ритм, на который пошел ответчик, в связи с вами больной 25-го апреля 12-го года, стал причиной смеха здравоохранения, и слышать нужно и полагать исковые требования, подлежащие любое строение. Исковые требования поддерживают? Да, уважаемый суд. Все поддерживают? Да, уважаемый суд. Сорокин, как мы слышим, вы подписали. Да, уважаемый суд. Отвечить с иском согласны с уточнениями? Не согласны. Суд переходит в судебную следствие и устанавливается порядок проведения судебного ответствия. Ну, поскольку свидетель там пришел, нет огражения начать с опроса свидетеля, затем опросить в сторону листов, ответчика, уседуя материалы дела. Ну, чтобы не стал человеком. Да, да, конечно, уважаемый суд. Говорится, и до 4-х она будет сидеть, она уйдет, и потом это... Поддерживает. Суд определенный, начать судебное следствие, с опроса свидетеля. Так, пригласите, она, пожалуйста, в сторону. Как поверите, теперь? Ну, надо... Волково. Ну, надо... Нет, нет. Волково. Секретарь, поделите, пожалуйста, на вас удостоверение. Слава, я не так, что у вас есть паспорт, я не так. Паспорт, я не так. Да. Да. Секретарь, поделите, сейчас, пожалуйста. С кем фамилия и отец, если вы сообщите, пожалуйста? Волково и Дмитрий Николаевич. Вы пришли до прошлого качества свидетеля по гражданскому делу. Находите в суде, должны были судны правды. Распишитесь подписываться на конкурс своей фамилии, а тут, чтобы предъявлено ответственностью, и дальше можно, что я с вами посписали. Спасибо. Я не знаю, где вам удобно говорить. Ну, ничего, если она там не стоит? Да. Не-не-не, тут нормально. Значит, объясните, пожалуйста, из стороны знаете, из слов знаете, кого вы вы? Савельев, Цибис, Савельев. Всех знаете, да? Геройственники или нет? Нет, нет. Отношения какие-то есть с ним? Нет. Нет. И расскажите, где вы работаете? Кем вы работаете? Вторая больница. Как она называется теперь? В ГУС, НСО, вырастательная стаболития, мы называем клиническая оперематия. Кем вы работаете? Участковый врач-керапевт. Участковый врач-керапевт. Получается, это не стационар, да? Нет. Это амбулаторная карта, да, получается? Да. Вот эта карта получилась. Ну и расскажите, в тринадцатом году, да? Что было? Савельева, Амфиса Андреевна наблюдалась в 2005 году. Угу. Систерона диспансерного учёта по сахарному диабету и артериальной патологии. Ежемесячно приходила на выпуск поливодных рецептов по сахарному диабету. В марте, да, тринадцатого года. Вам карта нужна? Карту, да, я дату забыла. Угу. У нас же комплект, ребята, не получил. Кисловое объявление. Знаете, да? Что у вас марта появляется? Не знаю. Так. Получается, Я думаю, что так будет проще. Просто что-то, да. А если не ответить на вопросы, те, которые важны, то, соответственно, я задам. Пожалуйста, сообщите, что у вас есть нам. 5 марта 13-го года поступил визор на дыр. При посещении визора жалобы у пациентки были на внезапно возникшую одышку в покое, боль у левого половины грудной клетки. Редкий кашель, слабость подпилась, быстро и так далее. Заболела она 3 марта, остро внезапно. Появилась одышка в покое. При малейшей физической нагрузке одышка усиливалась. Заболевание она ничем не связывала. Температура у нее была 37,3 при осмотре. Состояние было средней степени тяжести. А ускульта тильна. Дыхание было ослаблено. На тени ослабленного визикулярного дыхания в нижних отделах были мелко-позорчатые крюки. С подозрением на левосторонную пневмонию я выдала сопроводительный лист, вызвала скорую помощь. Больная госпитализирована. Затем повторно вызов поступает 11 апреля 2013 года. Состояние было после стационарного лечения. Избирательская больница, где она была, до 3 апреля. А вызов был 11 апреля. Тоже домой? Тоже домой, да. Жалобы были прежние. То есть та же самая одышка, слабость, потливость, редкий кашель, сухой, без мокробовый кашель. А ускультативное дыхание было ослаблено визикулярно, но уже с обеих сторон, припорневой области, были единичные, сухие, свистящие крюки, а слева – окрепетирующие крюки. И я ее вновь госпитализирую в своем больничном левостороннем лимонии. Все с тем же диагнозом. Все с тем же диагнозом. Был выдан сопроводительную весть в 12-ю больницу, так как она как-то обижала в 12-ю больницу. И здесь у нас скорая помощь. 30 апреля 2013 года она приходит ко мне на прием. с жалобами на дышку, возникающую при малейшей физической нагрузке слабость, быстро утомляем до движения. В стационаре она была до 11-го апреля, по мне она прошла 30-го апреля. В стационаре проводился диагноз тронхиальной астмы. Диагноз астмы не подтвердился. А ауспектактивные по-прежнему с обеих сторон были слышны, единичные, ощущения, крепости, свистящие. Активно-хронические, что соответствует картино-хронической активной болезни левого пола. Ваши дети докопили? Я ее осмотрела. Взяла на респонсорный учет с левосторонней пневмонией. И направила к пульмонологу для подбора ингуляционной терапии и уточнения диагноза. Также кардиологу направили к микрологу. Все больше пациентов привыкли. Вот эти, которые вы читали, у вас карты в записке. Да. А получается, объективно-то вы ее прослушивали, да? Да. Она вам какие-то документы приносила? Ну вот 30 апреля я попросила сделать ксерокопию выписок всех из стационара. Она в документы пришла, да? Нет, она пришла с документами, я осмотрела документы. Там диагноз был? Был диагноз. Выставлен. А вы ей другой диагноз выставили? Вы как-то так говорили, я на слуху не очень вас помню рада. А значит, она приходится выписаться из больницы, из стационара. Вы помните, что два раза вы ее направляли туда. Значит, получается, все выписки принесла. Диагноз был под вопросом или выставлен? Хроническая, африкционная, африкционная. Диагноз? Да. Вы ей выставили тот же диагноз? Или другой? Почему тот же? Тот же диагноз, который вы принесли. И то есть, получается, вы говорите, приняли ее на учет, да? Да, с пневмонией. Это что означает? Ну, у нас все пневмонии подлежат дистанционному учету в течение года. С рентген-контрольным, двухкратным. То есть, она должна была посещать врача, да, постоянно? Ну, мы с ней и так встречались, уже месячные. И вот эти врачи вы ей упомянули? Да, пульмонолог, партиолог, инфолог. Еще что-то хотите пояснить? В том, где-то? Возможно, какие-то вопросы. Так, пожалуйста, спрашивайте, вопросы задавайте. Скажите, пожалуйста, вы помните ее состояние до болезни? До болезни? Да. До именно вот этой вот. Опишите. Достоверительная. Она была малоподвижная? Нет. То есть, она была активной? Да. Она на что-то отжаловалась? Только по сахарному диабету артериальная гипертензия. У нас постоянно осуществлялся контроль сахара и коррекция лечения болезни. Вы помните ее состояние в марте 2013 года, когда вы ее осматривали в связи с обращением? Да, помню. Это состояние, насколько сильно отличалось от состояния до этого, то есть в обычном? Как я уже сказала, на не подсмотре состояние было средней степени тяжести. Я в таком состоянии ее не видела ни разу, поэтому однозначно было принято решение, и вы госпитализировали. Подскажите, пожалуйста, как быстро может возникать пневмония? Что предшествует? Какие-то сопутствующие болезни? Перенесенные инфекционные заболевания, респираторные, острые инфекционные заболевания. А как быстро возникает болезнь? В последнее время, понимание, приняли атипичное лечение. То есть все настолько индивидуально, смотря какое состояние здоровья у пациента. У кого-то это начинается острый, внезапный, у кого-то без прогрома. То есть принимает постепенное начало. То есть здесь сложно ответить. Подскажите, пожалуйста, вот Хоббл, он является сопутствующей болезнью или предшествующей? Может являться для пневмонии? Обострением. Обострение Хоббла, да? Да. Является провоцирующей? Провоцирующей фактором, да. Для возникновения. Понятно. Но опять же должна инфекция. Либо простуда. Вирусная такая инфекция. А от самого вида инфекции зависит течение болезни? А вы можете подсказать примерные сроки инкубационного периода развития пневмонии? Ну, год, два, месяц, три недели. Сложный тоже вопрос. Ну, примерно это разрывы. Не, ну, было 21 год, то есть, я же говорю, течение бывает разное. Сейчас даже без температуры протекают пневмонии. Подскажите, пожалуйста, какую диагностику проводили вы, вот, в амбулаторных условиях устанавливали предварительный диагноз пневмония? Диагностика? Объективный осмотр на дому. Объективный осмотр, то есть, ну, физический. Я бы поступил вызов объективный, я бы посмотрел, жалобы, сбор анамнеза, мне это было достаточно, чтобы заподозрить. Это не 100%. Ну, я понимаю, это предварительный же диагноз. На дому мы ограничены инструментальные обследования. Как вы считаете, вот, в соответствии с этикой врача, вообще, врачи при наличии возможностей, они должны были воспользоваться всеми этими возможностями для того, чтобы исключить возможность пневмонии? Я возражаю. Ну, несложно. Да, я настаиваю. Ну, несложно. Свидетель не может давать оценку, а только фактор не может давать. Я говорю об этике, врачебной этике и наличии возможностей. У свидетеля нет такой подоконной обязанности. Она может о том, что сама видела, слышала. Если у вас есть возможность задать вопросы, у суда есть право снять эти вопросы и отразить их в протоколе судебного заседания. Еще вопросы по существу? Да, уважаемый суд. А скажите, пожалуйста, почему 30 апреля после осмотра не была госпитализирована сайта? Потому что она была дважды, предъявила выписку, потому что она уже была у меня на руках. То есть подряд. Две госпитализации. И на первом месте там стояла диагноз хроническая оперативная болезнь литвы. Хоблеры, они все подлежали диспансерному учету и осмотрую пульмонолога. Что я сделала, я направила пациент. Пульмонолог. Состояние ее незначительно отличалось. То есть первая госпитализация, вторая госпитализация, отдышка, у нее сохраняется. Я считаю, если больная была в стационаре, то она обследована достаточно, да? Но требовался еще дополнительное наблюдение и диспансеризация пульского специалиста. Хорошо. Уважаемый суд, я прошу обозреть материалы дела страны 377-78. Ну, я думаю, что даже так как вы вряд ли... Вы не задаете обозреть их. Нет, я суд, обращаюсь к суду с просьбой обозреть их. Но я думаю, что так как там врачебные термины, то лучше все-таки предоставить возможность ознакомиться как раз именно врачом. Да, 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 уважаемый суд, я и прошу обозреть, для того, чтобы по этому поводу задать вопросы. Не-не-не, это стационарное написано. Вопрос будет звучать следующим образом. Вот даваемые лекарства во время лечения в больнице, во время первой госпитализации в марте, могли способствовать и лечению больной от внешнебольничной пневмонии. Внебольничной пневмонии. То есть, каким-то образом сдерживать пневмонию, либо ее немножко как-то способствовать ее излечению. 77-78, если я правильно прочитал с копией. Не значение соответствует лечению хронической обструктивной болезни? Нет, меня не интересует хроническая обструктивная болезнь или легкого. Мне не интересуют вот эти вот антибиотики, которые ей прописаны. То есть, там антибиотиков вообще не указано. Уважаемый, спасибо, я знаю, потому что истица, представитель лица просит от свидетеля делать оценку той деятельности. Не, 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 я же даже не делаю. Вы уже объяснили свидетелю, она сама может говорить, что это... Или была или не была эта пневмония. Причем здесь пневмония, вопрос задан совершенно другой. Прошу не мешать мне задавать вопросы. Обращайтесь к суду тогда. Затрудняйтесь, ответите. Я сотруднюю, да. Потому что это может уже привыкнуть. В общем-то все. А сторона третьей запрашивает, если бы я еще на все что-то есть. Есть, нет. Здорово. Сопроводители при статусной госпитализации, это при первой госпитализации 05-03-2013 года, и сопроводить нам в листе от 11-04, это в апреле, вторая госпитализация, имеются материалы дела, и выкурять болезнь 906-403 и 14-23-561. Вами были выставлены диагнозы, левосторонняя, нижнедалевая пневмония, клинические. Вот я хочу у вас вопрос, какой-то, значит, это были предварительные диагнозы, то есть диагнозы, выставленные на основании жалоб, анамнеза, физикального обследования, салимой АА. Да, достаточно. Все, да, достаточно. То есть это был предварительный диагноз. Должны ли предварительные диагнозы в обязательном порядке подтверждены лабораторными и инструментальными исследованиями, то есть анализами крови, мочи и так далее, проведением рентинографии пациентов в стационаре? Должны ли они в этой... Стационаре? Да. Должны ли они быть подтверждены в стационаре? В последующем, когда надо сказать... Да, я понял. Вот теперь при восставлении окончательного диагноза за основу берется лабораторно-инструментальное исследование или предварительный диагноз? Лабораторный исследование. То есть то исследование, которое было проведено в больнице. И такой вопрос. Вот всегда предварительный и окончательный диагноз совпадает? Нет, не всегда. Не всегда не совпадает. Может ли левосторонняя пневмония при отсутствии лечения исчезнуть или преобразоваться в правостороннюю? Нет, только в двухстороннюю. Только в двухстороннюю. Значит, обращаю внимание. Да, у меня вопросов к свидетелям. У меня зато будет вопрос. Еще один. Скажите, пожалуйста, вот врач, давая предварительный анализ, ну, участковый терапевт, давая предварительный анализ, может ошибиться с диагнозом, то есть левостороннюю перепутать с правосторонней, обследуя, без достаточных, без рентгенографии, ну, и так далее, других. В данной ситуации, да, я могла ошибаться, потому что на фоне лечения хронической обструктивной болезни лёгких очень сложно поставить диагноз левая сторона, литровая, так как хрипы разнокалиберные, рассеянные были. Ну, вот, с обеих сторон, не единичные, сухие даже, репетирующие хрипы, это тоже может быть проявлением хронической обструктивной болезни лёгких. По тяжести состояния, я её была вынуждена, распитализирована, я не могла оставить дома. Со скоромой стороной я могла ошибиться. Спасибо. Я же за подобное. Еще вопрос идут? Здесь вот хроническая обструктивная болезнь лёгких, да, то есть вы поясните, пожалуйста, зубы. И пневмония, это одно и то же? Нет. Это не одно и то же? А в тюбочной пневмонии? Так вопрос, вопрос как раз был с пневмонией. Еще один вопрос, значит, вы по специализации как врач являетесь пульмонологом или нет? Ну, я знаю, что-то, наверное. То есть пульмонолог может быть, например, учит, по выграции. Вы сами свидетеля вызвали, вопросы такие задают. У Бакова работают вопросы, но вопросы задают. Мы не приносили депутат, не взяли, какие у вас вопросы. Вы же. Ну, можете, карту вернуть, мне подражу не отпустить свидетелей. Нет, уважаемый суд. Большое спасибо вам. Спасибо, до свидания. Спасибо. Уважаемый суд, хотелось бы сначала с тем, что рассказали обстоятельства дела сами истцы, я бы задал, соответственно, вопрос. Ну, да. Ну, да, может. Ну, именно обстоятельства дела. Как часто вы общались с Аиной, Мфисой Андреевной? Приезжал каждый день в больницу. Общались по телефону по нескольку разбил. Секретарь успевает записывать же, да? Я буду вам говорить, если что-то. Больная часто жаловалась на своё здоровье до марта 2013 года. Да, практически. Вообще не жаловалась. А образ жизни у неё был ограниченный или активный? У него ограничений не было. Активный, да? Активный. Когда вы узнали о болезни, ну, это та, которая закончилась на протяжении по нескольких госпитализаций всё-таки смерти? Ну, я не помню, что происходит так? Ну, примерно. В марте месяце? Угу. А когда и как вы узнали, что больной именно в пневмонии? Ну, это она мне сказала, что ей поставили диагноз в поликлинике, а в больнице ей такой диагноз вообще не ставили. Я не слышал, что ей ставили такой диагноз. Ей остеохондроз ставили там. Я просил, общался с врачом и просил сделать рентген. Они мне сказали на это, что у них нет соответствующей аппаратуры сделать рентген. Мне говорят, тогда давайте я её сам свожу куда-нибудь. Они сказали, мы сами справимся. И как бы сделали рентген, ну, рентген сделали не лёгких, а позвоночника лечения остеохондроза. Я тогда попросил, как бы, сделать. Говорю, вы сделаете рентген лёгкий. Они вот, на что они мне ответили, что вы нас ещё будете учить, что нам делать. И на этом всё закончилось. Вы часто навещали, звонили больную? Я каждый день навещал. А как вы считаете, вообще вот лечение, то, которое в больнице проводилось, оно помогало, состояние улучшалось? Вообще не помогало никак. А вот как бы... Вторая госпитализация, её даже на коляску в туалет кладили, она ходить даже не могла, как задыхалась. Ага. А вот во время второй... Кто не хотел на эту тему со мной лично? Я по телефону разговаривал с зампределением. Она мне сказала, что всё хорошо, всё лечится. Я говорю, как лечится, если человек вообще всё хуже и хуже только ему становится. Ну и всё, а особо там никто не разговаривает. А вы как-то поднимали вопрос правильности лечения? Ну, я пытался как-то донести. Я даже как бы, ну, не специалист в этом деле. И если человек задыхается, значит, две болячки, только сердце или лёгкие. Они как бы к этому вообще значения не придавали. Они сказали, мы сами знаем, что лечить. Вы нам здесь в этом деле не советчик. А вы один раз поднимали этот вопрос? Почему один раз? Я и звонил, и приходил, общался. Я вот сейчас не помню, как бывает. Сколько это примерно раз было? Пять, шесть, десять? Ну, я сейчас не вспомню. Ну, раза три или четыре точно было. То есть звонил. Попробуем сейчас. Ну, потому что ей всё хуже и хуже, а лечение-то это будет. Понятно? Всё, уважаемый суд. Да, уважаемый суд. Владимир, вы тут вопросите, что здесь? У которого будут? Да, у меня... У меня двое... Ну, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, 20 минут. Нет, мы видим, когда мы говорили, Думаю, всё, нет вопроса. Ну, да, видишь. Что ещё будут, выступать здесь, сколько? Вылетишь? Да, ладно, что? Проходите, наконец-то. Ставим на раннее. Да, ладно. Ну, хотя бы, если проще, то я, наверное, буду задавать вопросы также, да? Как часто вы общались с больной? Каждый день занялись с утра и вечером звонили. Больная часто жаловалась на своё здоровье до марта 2013 года? Нет, у неё не было особо проблем, сахарный диабет, даже инсулином улучшился, поэтому достаточно активно его движение мило, я частенько ко мне на работу заезжала. А когда вы узнали о болезни? Мне позвонили в начале марта, по-моему, 6-го или 5-го, что её деспектилизировали уже, то есть она заболела, мы знали, что она кашлял, а потом позвонили папа там или сестра, сказали, что её положили в больницу, я когда-то сразу перезвонила, ну, в начале марта, 5-го, 6-го. На что жаловалась больная, ну, наконец-то, в больнице, ну, в период? Сильная боль в груди была, она кашлялась, очень сильно задыхалась. Сначала думала, что простуда, а потом мама сказала, что её участковый врач поставила к нам на неё, ну, всё там, да, по поводу того, что там в больнице уточнётся диагноз, такой или нет, я не знаю, вроде бы нет, потому что она говорила, что к ней невролог приходил, то есть это защемление какое-то у неё там было, ну, хотя незащемление, в общем-то, не похоже, я и говорила, чтобы она к врачам обратилась, что она задыхается, что кто-нибудь ещё что бы осмотрел, невролога. Да. А когда и как Вы узнали то, что у больной негмония? Ну, она всё может казаться, что у больной постоянно лечить. Само лечение. А как Вы считаете, лечение, которое проводилось в больнице, стационарно, оно помогало? Состояние улучшалось, какая-то прогрессия была? Ну, при первой госпитализации, когда её выписали, вроде бы она говорила, что ей немножко полегче, буквально там, что-то дня на два, наверное, она даже там, её выписали, по-моему, 18 марта у них про день рождения было, она после выписки, ну, то есть, не было у неё такого состояния ветучего, чтобы ко мне на день рождения приехать, то есть, уже, как бы, в этом момент. А при второй госпитализации, непосредственно перед у меня 24 апреля была свадьба, её должны были выписать именно в этот день. А 23 числа у неё приступ произошёл, я как раз в этот момент ей звонила, она плакала мне вдруг и говорила, что у неё сильная боль, ей что-то вкололи. И, ну, я потом родственникам позвонила, всем ей там перезваниваю, как раз потом папа ходил, ну, тоже разговаривал с врачом, почему и как, ну, такие боли, ей что-то вкололи, и в итоге её через день выписывают, она на свадьбу по ней не попадает, а на следующий день её выписывают. И, как она потом подъехала, как он рассказывал, что она еле-еле там её знакомых встречала, тоже сумки помогала донести, что они еле-еле поднялись, что она задыхалась прямо. На третьем этаже легка нету, и он доехал, и пока, ну, от больницы до дома, то есть очень плохое состояние было, и у неё в последующем до самой Пасхи, там, 5 числа мая, эта Пасха была, то есть мы в последний раз я с ней разговаривала 4 мая, как раз вечером, мы выготавливали праздник, всё, и она очень-очень плохо себя чувствовала, ну, такое состояние. Вы как-то поднимали вопрос правильности лечения? Ну, я и сама лично говорила, чтобы она к врачам тоже обратилась, ходила, когда в больницу там, сама лично я нет, папа, да, потому что, ну, всё-таки это сын. Понятно. А вот 23-го там, 23-го апреля в медицинской карте отражено то, что у неё там боли усилились. Вы знали об этом, о том, что вот этот вот эпизод у меня происходил? Ну, вот это, потому что 23-го я ей позвонила, и ей кололи без боли вообще. Должны были на следующий день выписывать, но не выписывали. Вот как раз то, что у неё приступ был, она плакала очень сильно. То есть это было часов, наверное, полдесятых, в 10 утра 23-го числа ей снимали, что звонила. Ну, как обычно мы там созванивались. Нет. И вот как раз у неё вот этот приступ был очень сильный. То есть это она сказала, что ей вкололи обезболивающее? Ну, да. Ну, я не знаю, что ей там она, то есть, ну, что-то ей укол какой-то поставили. Что именно вкололи она не знает. Ну, вроде как обезболивающее. Просто чтобы отпустила. Да. Понятно. Наверное, всё. Да, у меня выяснил вопрос. Скорей тебе, Варвард. Вы сейчас только что сказали, что она из больницы пришла домой после предпоследовательства. Оттуда он добрался до дома, задыхая. Она одна забиралась? Ну, нет. Мы её встречал. Знакомый очень. А родственников никого нет? Ну, мы на работе. Ну, понятно, нет. Я просто не говорю. То есть и о своём состоянии она вам говорила по телефону? Да, по телефону. Ну, ещё сразу же вопрос тогда. А кем он ей, в принципе? Насколько знакомый? Ну, он фактически гражданский муж, короче. То есть он её гражданский фактически муж? Ну, они очень много, да. Да, Лев, знакомый. Да, конечно. Просто не распишут. Спасибо. Ну, то есть если вы присутствуете в родственниках, никого не было. Теперь... Гражданский муж не является родственником, разве? Зачем коверкаете? Присутствующих здесь родственников. Так, вот вы говорите, что Петя Андреевна постоянно говорила о своём плохом за мальчучки и это, и с родственниками, и с соседями, да? Да. 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 Уважаемый суд, я протестую против этого вопроса в связи с тем, что данный вопрос только что освещался именно терапевтом участковым, что 30 апреля действительно этот вопрос поднимался и действительно направление было сделано участковым терапевтом к пульмонологу, но просто сроки уже вышли. Я задал конкретный вопрос. В течении 10 дней больная не обратилась ни к эндокринологу, ни к пульмонологу, ни к пульмонологу. В чём вопрос-то? Да. Свидетели? В течении 10 дней она пошла в связи с тем, что её записали. Её записали врачам. Человек умер и не дошёл по врачей. И не дошёл по врачей, потому что умер. 10, 10, 10 дней. Вы считаете, 25 апреля. У вас вопросы по существу будут, пожалуйста? Вы испределите к ним и задавайте вопросы по своему миру. Они вам говорят, что его иск о чём предмет, мы уже забыли, чтобы отмечить. Вопросы по существу будут, пожалуйста? Всё, им пока нет вопросов. Присаживайтесь. Следующий вопрос. Я опять не сказал. Как часто вы общались с больной? Каждый день. Созванивались. Несколько раз в неделю, не несколько раз в неделю, но до болезни она приезжала к моему сыну. А больная часто жаловалась на своё здоровье до марта 2013 года? Вообще не жаловалась. Лично мне не жаловалась. Я её очень часто просила посидеть со своим сыном, потому что либо он болел, либо в садик не ходил, когда она приезжала. И всегда приезжала с утра, всегда бодренькая и не дает жаловаться. А когда вы узнали о болезни? В конце февраля она начала потихоньку говорить, что, видимо, простыла. Я это чётко помню, что закончилась. Потому что шла с тренировки от сына. И она звонила во дворец, наверное, и простыла. А на что жаловать больная? Ну, то есть именно в физическом вооружении? Как это проявлялось, говорила? Она сказала, что она закашливалась. Я у неё спрашивала про температуру. Говорила, что небольшая, в районе 37. То есть, ну, то, что тяжело ходить, отдыхается. Даже кушать, готовить не может. Ну, как бы, в таком смысле, что ей было тяжело стоять, что тут делать. А когда и как вы узнали о том, что у больной пневмония? Изначально позвонил папа, сказал, что его госпитализировали. Я их тут же перезвонила. Она сказала, что участковый врач, ну, она сама лично говорила. Ее подсказывали, что она видит занавес в больнице. И зачем она ее спитализировала? У них подозрения в натуре в больнице. Как вы считаете, вот лечение, которое проводилось в больнице, оно, динамика положительная была? Нет, не было. Если учитывать первый раз, даже с ее, потому что она говорила, что вроде как полегче. По ее виду не было заметно, даже после выписки. Потому что, даже когда я ей звонила, она обычно говорила, да ничего помаленьку у меня дела, а то вот я разве на себя отвечала, что вроде нормально, но что-то не так. До конца себя не чувствую хорошо. То есть, ну, не так как человек должен выписываться. То есть, не в таком состоянии она была. А как вы понимаете, ну, вот человек должен выписываться в каком состоянии? Ну, не должно быть таких симптомов, с которыми он, по крайней мере, уезжал. Симпомы оставались, ну, все равно. То есть, симптомы даже оставались те же самые? Да, те же самые симптомы оставались. Типа, умеренные, но через два дня они опять все как-то, как-то, мы повлились. То есть, ничего не решили. И в течение недели, там, двух стоп, это вторая дискотернизация, было время, что-то у нее это усиливалось. Она жаловалась, ей плохо, что она та же отдышка. То есть, она не приезжала к власти там. Там же, ну, да, к своему, уже не было. Просто по телефону созванивались, приезжали, и мы к ней. Там, вот, из стационара первого. А вы как-то поднимали вопрос правильности лечения? Сама лично я нет. Так же разговаривала с ней по телефону, спрашивала, что говорят врачи. Что она, ну, чтобы она подошла, поговорила. Как бы, все папа, потому что он сын, и как бы, все он поднимали. Понятно, да, все. В общем-то, все, спасибо. Добрый день. Да, добрый день. Спасибо. Спасибо. В официальном заявлении вторая страница, спискового заявления, за сутом. Вот вы утверждаете, что при госпитализации 11.04.2013 года к пациентке Савиной никто из мистер-канала не приходил 4 дня и не интересовался ее состоянием. Никто на основу не отдавался в первую очередь. Ну, есть какие-то очень показательства и чего-то опыта. Вот никто не может где-то показать. Рассказывала сама. То есть она рассказывала сама, что достаточно нет. Угу. Так. И прошу еще заметить тот момент такого делу. Угу. Когда ее выписали, которая была в госпитализации, такого гражданского мира, она была насколько выброй всегда, и даже в тот момент, когда это было плохо, она не сообщила, что ей подписано, она приехала и сказала, что ее выписали. Угу. Когда они что-то выписали, то не говорили, а выписали вообще. Ее выписали резко. Вы выписали резко с большим состоянием. А поможет... Прошу это тоже отметить в протоколе. Отметьте, пожалуйста. Я понял. Вы сказал заявление одной из причин летального исхода сами, наверное, является некомпетентность, низкая корректикация и непрофессионализм врачей. Чего это может быть потреблено? Результатом с недостаточным человеком умеет. Вы выписываете ее с одним диагнозом, а при вскрытии показывает, что с ней в манее. От ней в манее сейчас в наше время не умирает, захватывается. Ну, с ней в манее я не донавал. Но не рвала-то от этого. Как не была автономия. Ну, компетентность... Без исследований трудилась. Компетентность с корректикацией профессионализма. У вас вопрос еще будет? Все, уважаемый суд. Вы будете такие, уважаемые суды? Да, уважаемый суд. Обстоятельства дела данного связаны с тем, что участковый терапевт дважды ставил Савиной диагноз пневмонии, с которым он направлял на госпитализацию 5 марта 2013 года и 11 апреля 2013 года. Однако в больнице почему-то ей ставили иной диагноз, не проводя... Вы будете, извините, приобщать? Но вы все равно пишите, потому что я часть... Давайте сделаем следующим образом. То, что я буду говорить быстро, я вам приобщу. То, что я буду говорить медленно, а то, соответственно, медленно. То есть при наличии, как говорит представитель ответчика, пульмонолога, почему-то больная не была осмотрена пневмонологом, специалистом и, соответственно, выставлен, возможно, недостоверный диагноз. Также, уважаемый суд, мы попросили ходатайством исключить из доказательства результаты судебно-медицинской экспертизы, которые даже противоречат тем методическим указаниям, на которые сами же эксперты и опираются. Из материалов дела мы видим, что больную при выписке 25 апреля 2013 года направили к пульмонологу. Возможно, мы видим навязывание платной услуги. То есть при наличии пульмонолога в штате и при обязанности осмотра пульмонологом стационарно все-таки ее направляют амбулаторно. Практики записи к пульмонологу такова, что на ближайшее время к пульмонологу записаться невозможно. То есть это нужно за определенный промежуток времени делать. То есть, соответственно, действия Савиной, Анфисы, Андреевны, они были связаны именно с попыткой проведения консультации с пульмонологом. Но, соответственно, она просто не успела. Из материалов дела мы видим, что больную при выписке 25 апреля 2013 года, однако даже платно Савина уже не могла физически посетить врача-пульмонолога. Она была в предсмертном состоянии при выписке. Что подтверждается обследованием участковым терапевтом Волковой 13 апреля 2013 года, отраженным в медицинской карте с жалобами. Посылка ответчика на невозможное взятие мокроты на анализ в связи со скудностью отделения несостоятельным, так как не было даже попыток взятия этой мокроты. То есть, даже действий самих, которые бы показывали, что мы что-то делали, но у нас не получилось, их нет. Нет никаких доказательств, подтверждений в материалах дела. Что указывает на желание сейчас уйти от ответственности, а никак не на действия, направленные на излечение больного? Ссылка ответчика на сильные боли у больной, которые мешали взять, опять же, анализы, несостоятельны, так как ей давали обезболивающее, соответственно, могли обезболить и эту процедуру. Тем более, что не было даже попыток взять анализы. Во всех медицинских методических пособиях указано, воспаление легких, протекающее бессимптомно, может стать причиной смерти пациента. Важно помнить, что без лечения это заболевание не проходит, а неадекватная терапия и несвоевременное лечение приводят к формированию у легочной ткани склерозированных участков, которые не в состоянии участвовать в нормальном газообмене, а таким образом сокращается жизненный объем легких, что отражается и на качестве жизни. При наличии сопутствующей патологии, хобл, сахарный диабет и предварительном диагнозе пневмония, при поступлении в больницу необходимо было сделать полное обследование, чтобы исключить внебольничную пневмонию. Однако требования здравого смысла и нормативно-правовых актов были необоснованно нарушены. Нарушения зафиксированы проверкой Росздравнадзора, приобщены в материалы дела. Таким образом, неполное обследование, вследствие чего проводилось некачественное лечение, привело к смерти больной. В данном случае не выполнялись стандарты оказания медицинской помощи приказа министра здравоохранения России от 20.12.2012 года номер 1214 об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при обострении хронической обструктивной болезни легких. Установлено Росздравнадзора нарушения. Стандарты оказания медицинской помощи приказа министра здравоохранения России от 9.11.2012 года об утверждении стандартов специальной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями. Это нарушение опять же установлено Росздравнадзора. Ответчики необоснованно указывают о том, что больная могла самостоятельно сделать диагностику пульмонолога, так как Савину выписали 25 апреля в крайне тяжелом состоянии и, соответственно, она уже при всех попытках все-таки амбулаторно сделать пульмонологию, но проконсультироваться, она просто уже не успевала. А данные действия, указания ответчиков на эти обстоятельства, на то, что ее амбулаторно отправили, они указывают опять же о желании только уйти от ответственности за то, что не исполнены были обязанности, регламентированные нормативно-правовыми актами, обязывающими больницу провести данное обследование стационарно. Вина больницы заключается в неполном диагностическом обследовании, отсутствии доказательств ответчика, исключающих его ответственность. Это подтверждается стабильными симптомами физического состояния больной на протяжении всего периода с первой госпитализации в марте до последней госпитализации в мае, закончившейся летальным исходом, стабильно усиливающимися симптомами, ухудшающимся состоянием больной. Состояние улучшилось только после первой госпитализации незначительно, а вследствие возможно лечение, но я предполагал, что какими-то антибиотиками, аналогичными тем, которые назначают при внебольничной пневмонии. Стабильным диагнозом участкового терапевта, которая дважды направляла больную на госпитализацию с предварительным диагнозом пневмония, с заключением Росздравнадзора, с заключением патологоанатома, установившего смерть именно от пневмонии. Заявление ответчиков об установлении факта отсутствия пневмонии во время первой, а тем более второй госпитализации не подтверждается материалами дела, в материалах дела отсутствуют даже снимки рентгенографии. Отсутствием прижизненного и посмертного исследования для определения возбудителя, которое могло бы исключить вино ответчика. То есть в зависимости от возбудителя пневмонии идет протекание самой болезни, сроки ее течения. В данном случае нормативно-правовые акты обязывали и во время госпитализации провести эти исследования, а тем более уже посмертные. Однако эти исследования сделаны не были. Или возможно были сделаны, но не соответствуют позиции ответчика, поэтому они не указаны были. Неправомерном выписывании из больницы 25 апреля 2013 года, через день после кризиса 23 апреля 2013 года и гибелью больной через 9 дней после выписки, а отсутствием обоснованных и подтвержденных фактов и обстоятельств, исключающих ответственность ответчика. Закон о защите прав потребителей возлагает на ответчика обязанность доказывания обстоятельств, исключающих его ответственность. Ответчик не доказал, что во время первой госпитализации и тем более второй госпитализации пневмонии не было. Ответчик не доказал, что больная умерла не от больничной пневмонии. Нозология изучает этиологию и патогенез болезней, и на основании исследований выпускаются методические пособия для врачей. В методическом пособии для врачей МакМакс указано. Кстати, это методическое пособие для врачей, которое использовалось и судебно-медицинской экспертизой. 1. Диагностика вне больничной пневмонии, основывающаяся на результатах физического и рентгенологического обследования, может быть приравнена лишь к синдромному диагнозу, такому же, как сделал участковый терапевт. Нозологическим же он становится только после определения возбудителя заболевания. 2. Для установления этиологии вне больничной пневмонии проводится бактериоскопия окрашенного по грамму мазка мокроты и культуральное исследование мокроты. Такое исследование является обязательным в стационаре. Таким образом, есть два варианта. 3. Смерть Цавиной наступила в результате вне больничной пневмонии, которая была необоснованно не диагностирована в больнице на протяжении двух госпитализаций. 4. Смерть Цавиной наступила в результате больничной пневмонии, с которой ее необоснованно выписали 25 апреля 2013 года. Возможно, необоснованный риск, на который пошел ответчик при выписывании больной 25 апреля 2013 года, и стал причиной смерти Цавиной. Все, уважаемый суд, все остальное, в общем-то, указано в искалом... Что? Мы в прокуратуру обратились, но прокуратура приадресовала как раз наше обращение в Росздрав, который установил на наличие вот этих вот нарушений. Присаживайтесь. Скорона обедчика. Выписали титры на возражение. Да, в том, что... Да, может, на выставить его. В том, что написано в возражении, в заявлении, в дополнение к возражениям на исковое заявление, я поддерживаю. Уважаемый суд, я извиняюсь, нужно... Да, да, да. Да. Паспорта забирайте. Протокулятор. Все. После выступления, все, покидай в воскресенье. До свидания. Здравствуйте. Я пояснение хотел дать на утверждение в исковом заявлении, что при госпитализации пациента Цавиной 11.04.2013 года, никто из медитационала не приходил четыре дня и не интересовался ее состоянием. Я задал вопрос ИССАМ, никто мне на это не ответил. Какими доказательствами это было обосновано? Скажите, какое правовое значение имеет для дела? Есть заявление, говорят, некачественная медицинская помощь. От того, что придут, не придут. Сами ИССы, я так понимаю, это вопрос морального плана. Ну, вы представитель юридического ИССАМ? Я, конечно, да. Ну, а что вы говорите? Вы какие-то... Если вы хотите, ну, я понимаю, что вы в трене встанете и скажете, что она там умерла от того, что к ней не ходили родные. Ну, наверное, ваше право это стоять и говорить. Вот, в стадии, когда они говорят неправильное лечение, рассказывают диагнозы и куча медицинских документов, вы начинаете говорить про моральную сторону. Ну, моральная сторона... Ну, есть какая-то сторона. Человек умер уже, что про это говорить? Оно всегда горе для всех. Ну, здесь идет... Мне хотелось бы обратить внимание на отношение родственников этих посредниц. По... Сами пояснили. Ну, хорошо. Я... Ну, вы оставьте это на трене. Я не имею права вас призывать, а сейчас я могу вас призывать. Пожалуйста, по существу. Я понял. Я понял. Я хочу сказать, что в медицинской практике не зарегистрировано ни одного случая, чтобы левосторонняя пневмония преобразовалась в правостороннюю. В судебно-медицинской экспертизе установлены четко. Диагнозы гражданки Савиной АА при обследовании в стационаре ГУС МЦКБ-12 с 05-03-2013 года по 18-03-2013 года, с 11-04-2013 года по 25-04-2013 года и 05-05-2013 года были выставлены диагнозы... Вы читаете медицинское заключение или что? Секретарь, она пытается писать за вами, но вы что-то читаете. Что вы читаете, скажите? Я читаю то выдержку и заключение судебно-медицинской... Читаете медицинское заключение? Вы-то не оспариваете за медицинское заключение? Нет, я его не оспариваю, но я обращаю внимание сюда и на выступление лица о том, о качестве оказания медицинской помощи, что диагнозы были выставлены в соответствии с имевшейся клинической картиной и результатами параклинического обследования пациентки. Хорошо. Давайте я вам задам тогда вопросы, потому что так не пойдет. Давайте. Которые сегодня приобщили, они входят в выводы, противоречившие методическому указанию, считают и просят исключить из доказательств заключения судебно-медицинской экспертизы. Вы согласны? Нет, возражаем. Возражаете. Возражаете. Почему? Ну, потому что судебно-медицинская экспертиза, во-первых, это компетентные специалисты, которые достаточно точно, четко и определенно сделали свои выводы по всем доказательствам, по всем тем документам, которые были предоставлены на судебно-медицинскую экспертизу. Поэтому поводов для исключения из доказательств я считаю нет. И следующий документ подготовлен, он называется «Возражение», это по поводу стандартов оказания медпомощи. В нем говорится и о дополнительных дополнениях из того или иного времени. Да. Поскольку это ранее не говорилось, пожалуйста, я прошу дать пояснение. Вот по стандартам, значит, здесь и судебно-медицинская экспертиза обратила внимание на то, что это связано было с объективными причинами. Как можно было у человека брать исследование мокроты, если ей было выставлено даже до цепатии грудного позвоночника? Она не могла откашливать ничего. Значит, если вызвать ей специальные препараты, которые вызывают отделение мокроты, но у нее был сухой кашель у пациента, но чтобы вызвать это, тогда это будет сопровождаться еще большими болями для пациентки. И именно диагноз пневмония, о котором говорят ИСЦИ, установлено в больнице не было. Поэтому, как бы, рекомендовано, целесообразно было, конечно, обследовать это дело, но это не было обязательно. И на это то же самое, как и на специалисты, а на диагностике пульмонолога никакой речи не может быть. Пульмонолог может дать только консультацию как специалист, о чем и было рекомендовано. Да, первая в госпитализации была выставлена хронически обструктивная болезнь для их легких, вторая – герцопатия грудного позвоночника, но все-таки для того, чтобы исключить какие-то возможности или чего-то, ну, дальнейшего негативного развития, может быть, болезни, все-таки надо было наблюдаться у пульмонолога. Но это не говорит о том, что пульмонолог должен был диагностировать ее вместо больницы. И здесь, опять же, я туда обращаюсь, что причина смерти – это все-таки, первое – это характер и тяжесть заболевания, осложненная целым комплексом других дополнительных заболеваний. Это все имеется в истории болезни. И позднее обращение, все-таки, по основному заболеванию – это медицинская помощь. Прошло больше тех дней, которые указывали, в 5 или 6 дней. Потому что пневмония неизученной, такая болезнь, которая может, или от 3 дней, может и 20 дней, но это очень может скоропалительно. Тем более, учитывая преклонный возраст и тяжесть заболевания, конечно, это могло привести к таким негативным вопросам. Вопросы на стороне ответить? Вы говорите, не обязательно для исполнения требования закона. Вот здесь нормативно правовые акты указаны о том, что они были нарушены. Каким именно образом должна осуществляться медицинская помощь? То есть, вы говорите о том, что это не являлось обязательным? – Я не сказал, не обязательно. Целесообразно было, целесообразно провести, но не было проведено, только это было вызвано объективными причинами. – Целесообразно вообще закон исполнять, соблюдать, но его не все так же соблюдают. – Понятно. – И скажите, пожалуйста, а почему все-таки сам возбудитель не был установлен в пневмонии? Чем это было все-таки вызвано-то? Ведь, в принципе, опять же, закон обязывает и в больнице установить. – Как я могу на этот вопрос ответить? – Вы представитель. – А не установлен возбудитель, если его не было? – В смысле, как это не было? Возбудитель у пневмонии есть обязательно. Просто в зависимости от конкретного возбудителя есть сроки, каким именно образом течение происходит и так далее. В данном случае этих доказательств они были исключены. Я опираюсь на как раз вот методические пособия, которые были использованы в том числе и судебно-медицинскими экспертами. Это методические указания для практики. – Ну, вы если не будете отвечать на вопросы, то скажите, вы же не можете ему задавать вопросы. – Ну, я не могу. – А возбудители говорите, если возбудитель не был установлен, если его не было? – Не будете говорить о возбудителе, он не будет установлен. Еще вопросы? – Все уважаемый суд? – Нет. – Хорошо. – У вас есть вопросы со стороны? – Нет, спасибо. – Ну, там роботизм не было. Почти. – В Дону, в Дону, в Дону, в Дону, в Дону, в Дону, в Дону. Мы приложили документы, мы пошли в этом поплатили, что получается 1 квитанция 200 рублей, потом квитанция на 2400-2500-2700 рублей, квитанция на 200 рублей, квитанция на 200 рублей, еще одна квитанция на 200 рублей. Значит, в компе медиктурской партии, с послова одного больного медиктур 6-30 рублей. ПWhere Гäm deinen Евгений Э nun be дойдет asan behold inverse Согнет af установлен Nada ж Sun И, значит, отмазку и натушениями. Так, веквату 1423 представлены 11 апреля по каналу. Вот так. Скажу, что вы будете близко двигаться. Так, увижу больницы. Ну, так, увеличившие значки, в том числе, здравомышленного адреса. Значит, рекомендации речи у врача по последнему. Учебные длины, комплектации. Восход в врача, вовремя, вовремя. Восход в литературе. Восход в литературе. Скажу, что вы заслужили у вас. Великого года, 24-го года, 8-го года, 5-го года, 13-го года. И вкладываем диагноз на правильном черепе, как обойдет в 1-й, диагноз на предоступление, указанное, и клиническое. и на стороннюю внимание так выписывает эпидемис с 11 апреля 25 апреля так выписывает эпидемис ранее, которая 8 марта содержалась с сопроводительным листом в скором и в помощи содержится законы сопроводительные первые правостроения и заключительные явления свидетельство рассвет приставлены артистом объявлены от проведки 22 апреля 13-го на основании приказы 21 апреля проведены в связи с обращением по факту указания виск подведения виск 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 запрещено виск 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 Начальность отдела организации контроля качеств проказания рекомендующей Куднецовой ежедневной старшей государственной спектройной организации контроля качеств проказания рекомендующей Магнеменко Едины Ивановны и штабной спектрой для Нилова на Роспрахмазура и присутствовав главный дач правов, указывающийся. Очень указываем документацию правовую. Отличается, что были документальные договоры в документации от 11 апреля, от 12 апреля, от 24 апреля и от 5 мая, в 2013 году. Ответ на кулинический патолог, диагноз «Совхавайс» выявили нарушение контрактных требований установленных нормативов по облимению актули. Силисбоскитали вас от 11 апреля, от 25 апреля, в Курининске, от 14-14-14-14-14-1. Всемирكل неправный выполнение служащих обследований ухваленников. Мы лировали суд. Исследований левая пластированную дыхательную подпроводку. И по кругу с помощью. Уходимrito. Уходимслуги указываются А как бы исследований в РУССКОЙ СМОКОВ? СОРТ УСЛУГИ АМ-9-9-2-0-0-0-0, что является нарушением приказа МВРС от 20 декабря 2012 года в номер 12 в 14-м, об утверждении стандартов различной нормы космонитарной помощи при обуцении экономически отсутствия и болезни лёгкостью. Вольная не осложена хромонологом при наличии исследований, и об обыцении исследований, в том числе и обойцении исследований и образований, что является нарушением препаза МВРС от 9 ноября 2012 года Думающий кофе-ракобицин про воздвиждение стандартов, что разрезами медицинского холюча и решения неизвестной проверки в его степени также составляет важную норму. МВРС это не соответствие средней, подержащейся на удовольствие, обличающейся на участвовании отдельных следов, предпринимательских сражений, и обезательных следований, это не будет возникновен. Так, архитектуре заверено печать, выставляться подымать в мере на 1 сентября 12-го года. Приписание обострения выявлено нарушение на 2 сентября 12-го года. Приписание обострения выявлено нарушение на 3 сентября 12-го года. Приписание обострения выявлено нарушение на 3 сентября 12-го года. Приписание обострения выявлено нарушение на 3 сентября 12-го года. Представлены, что требуется место на поведение со счетами. Я бы вам еще помню, что это было. Дарили на свою очередь с Игением. Судьба у Марены Яновна в 2014 году требовала себя. Оставляет интересы, а то не судьба уроков, а то прибыли для Дарилия, который виноват в 2014 году. Дарилия Васильевна, я бы вам еще раз дарили, в этом году брали на свою очередь с Игением. Я не успею, так и судьбой. Сдремен, что не было, я не успею, так и судьбой, Увидителю, от первого октября, я не успею, не успею. Продолжение следует, Главным врачом стал Черкасовым Александром Владимировичем на срок в один год. Писными возражениями представлялись по искусству. Представитель подавили за Черкасовым подписанным учебникам указывает, что неправильный полотенец из боевых градусов, врачом-терапевтом, окончательно с которой обязательность посвящена лаборатория инфинитарной исследования. Диагноз глимонической слимониды софицирован при наличии больного инфинологически посвящена на Черкасовым инфинентрацией врачной устами. Если у пациентов с лекарства жалобного на карте родительского телевизорного округа приходит в медиотсутствие данной глимонического исследования и лишь отличительная локальная медикальная симптоматика, то предположение одновременно становится маловероятным. Указана литературой ... ... ... ... ... ... ... литература указана. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...